Один из вопросов, который задают нам, это то, что если шииты берут свою идеологию от имамов рода Ахли-Лебейт, тогда здесь образуется некое абсурдное положение, потому что мы Ахли-Сунна смотрим на наши хадисы от пророка и видим несоответствие с хадисами от Ахли-Лебейт, которые переданы в шиитских источниках. То есть шииты приводят предания от Ахли-Лебейт, а Ахли-Сунна от пророка, и они противоречат друг другу. И как вывод, путь Ахли-Лебейт не соответствует пути пророка. Мы говорим, что неправильно вести такое сравнение. Напротив, именно путь Ахли-Лебейт, это и есть путь, который заложил сам посланник Аллаха. Первое, тот хадис, который передается от Муави, пророк сказал, «Если увидите его на моем мимбаре, убейте его». Мы еще поговорим об этом. Тот хадис, который передается от Амара ибн Аса, тот хадис от Прелюбодея Мугейры, от Абу Хурейры и то и другое. Да, правильно говорите. Те хадисы, которые передаются от Пророка, они не соответствуют хадисам от Ахли-Лебейт. Будет правильно, если мы поставим тему именно таким образом. Даже у братьев Ахли-Сунна, в их книгах мы находим хадисы, которые противоречат другим хадисам от Пророка. Потому естественно, что хадисы от подобных слабых передатчиков не соответствуют хадисам от Ахли-Лебейт. Второе. Между нами существует разница в науке хадисоведения. По нашему мнению, когда мы имеем два различных хадиса об одном вопросе, тогда мы стараемся их неким образом согласовывать друг с другом и прийти к одному мнению. Если же мы не можем сделать так, чтобы они соответствовали друг другу, тогда мы решаемся взять слова Ахли-Лебейт, а не кого-либо другого, опираясь на Коран и слова посланника Аллаха и Ахли-Лебейт. Это самые знающие люди. А если же кто-то берет не мнение Ахли-Лебейт, тогда тот имеет другой метод в науке хадисоведения. Поэтому пусть исправляют свой выбранный путь. Третий. Этот же вопрос мы можем адресовать самим братьям Ахли-Сунна. У них имеется четыре известных мазхаба и определенное количество противоречий. Малекиты, когда делают что-либо, говорят, что данное положение такова, и приводят к этому хадис от пророка. Вторые, например, ханафиты, говорят, что это нужно делать так-то, и приводят свой другой хадис от пророка. А ханбалиты тоже приводят свой хадис и тоже говорят от пророка. А также шафиты приводят свой хадис и также говорят, у нас есть хадис от пророка. И все четыре мазхаба приводят разные источники. Даже в самых основных вопросах религии они имеют расхождение во мнении И приводят разные хадисы. Иншаллах, в следующих выступлениях мы поговорим об этом. Между четырьмя масхабами, как минимум между маликитами и шафитами, имеются расхождения в вопросе расположения рук в молитве или в других вопросах. Мы видим, что первые говорят одно, а другие другое. Но маликиты вовсе не считают необходимым скрещивать руки в молитве. Самое интересное в том, что все они говорят о хадисах. И все они говорят от кого? От пророка нам дошло так. Если на то пошло, то мы задаем вопрос. Тогда путь маликитов не соответствует пути пророка. Путь ханафитов не соответствует пути пророка. И также путь шафиитов и ханбалитов не соответствует пророку. Потому неправильным является ставить вопрос в таком виде.